Тем временем в Иране, Ираке и Сирии осудили американские восточные удары по Ближнему Востоку. Официальный представитель МИД Ирана назвал их нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака и Сирии. Он отметил, что такие действия являются стратегической ошибкой Вашингтона и не приведут ни к чему, кроме усиления эскалации в регионе. В ассирийском МИДе заявили, что США наносят удары под ложными предлогами и призвали к выводу американского контингента с территории страны. Во внешнеполитическом ведомстве Ирака предупредили, что последствия могут быть непредсказуемыми для всего региона. Поверенному в отделах посольства США в Пагдаде вручили ноду протеста. Ранее власти Сирии сообщили, что в результате авиаударов США погибли и пострадали несколько мирных жителей и военнослужащих. В Пагдаде заявили о гибели 16 человек и еще 25 пострадавших. В интервью медиакорборации Китая сирийские аналитики отметили, что действия США могут привести к росту экстремистских настроений в регионе. Есть три фактора, способствующие развитию экстремистских группировок. Это вопросы безопасности, вопросы, связанные со слабостью правительств Ирака и Сирии и вопросы, связанные с разжиганием внутренних конфликтов. Так США пытаются разжечь конфликт в Ираке. Если произойдет эскалация конфликта, то больше людей будет стремиться к мести. Произойдет то, что произошло в Йемене. Стратегическое поражение США – вот причина накала ситуации в регионе. Вашингтону следовало бы стремиться к устранению первопричин, а это продолжающаяся агрессия Израиля в секторе Газа. С резким осуждением ударов США по Сирии и Ираку выступили и в России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что бомбардировки, в результате которых оказались разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные жители, продемонстрировали всеми миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и пренебрежение Вашингтоном нормами международного права. Она подчеркнула, что США целенаправленно пытаются веркнуть в конфликт крупнейшие страны региона. Из-за угроз миру и безопасности, созданных Соединенными Штатами, Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН. Его планируют провести 5 февраля в 16 часов по Нью-Йоркскому времени, то есть 5 часов утра 6 февраля по Бегинскому.